Здравствуйте, Шоватов, Агутевох, хорошей недели. У нас сегодня 174-й урок по книге Мишлей. Мы находимся в 20-й главе и начинаем с 11-го предложения. Вначале я его читаю по-русски. По постумкам своим узнается и юноша, чисто и правильно ли деяние его. Теперь я прочитаю на иврите. То есть по способу действия можно познакомиться с юношей, является ли чистым и прямым его действием. Я начинаю с Мальбима. Мальбим говорит. Во-первых, Мальбим объясняет перевод слов. Я уже говорил, что комментарии Мальбима делятся на перевод слов, на объяснение слов. И на объяснение иньяна, мусара. Вначале я читаю перевод слов. Он говорит, что есть разница между словом Малаль и между словом Мифаль. И то и другое по-русски будет действие, деяние. То есть есть два вида действия. Маасев и Дамейгам. Подобные действия, вещи. То есть есть Малалим. Это действие, которое вырастает из духовных каких-то качеств, которые есть внутри человека. А просто по ула, это действие, не связанное с духовными качествами. И по действиям, по тому, как человек действует, ты можешь увидеть, он зах и ишар. Является он прямым, чистым или нет. Зах. Что такое зах? От слова, дословно, зах это чистый. Можно перевести от слова закай, достойный. Это вещь, которая является очищенной от всякой шелухи. И к нему ничего, с ним ничего не смешано. И нет в нем шамарим. Это, это, вот есть вино и есть заква, дрожжи. Как написано, подобно слово лавана зака. Или шемин зайцах, чистое оливковое масло. Имеется в виду, что человек может быть чистый от каких-то плохих элементов, которые есть в душе и в теле. А прямой, это человек, который обратно понятию экиш, понятию упрямства. И его корень находится в разуме, то есть он действует на основании разума. Зах, это человек, который, действия, которые вырастают из его медот, который, корень медот, то корень качества, это мудрость. А яшар, это человек, который перед каждым действием не делает на основании побуждений своих. Первое, это побуждения, которые уже выровнены, и они руководствуются мудростью. А второе, человек, которому надо подумать, прежде чем сделать действие, не идти на поводу своих желаний. А подумать, но он постоянно делает на основании правильного решения того, как надо делать, на основании бины. Это то, как объясняет Мальбин перевод слов. И тогда получается, что пасух считается так, что по действиям, которые вырастают из качеств человека, можно увидеть, кто такой данный юноша, есть ли он Зах или ешар его действия. То есть его действия заким, то есть они чистые, исходят из побуждений медот качеств, которые исправлены мудростью, или же его действия ешарим, его действия правильные и прямые на основании того, как он делает, поскольку он каждый раз перед тем, как что-то делать, думает о том, правильно ли его поступок. И то, и другое, достаточно высокий уровень, но это разные уровни. Теперь Мальбин в пируши Мусара уже, Мусар Хохма, это его объяснение на Мишли, он объясняет, что есть разница между пааль и мааляль. Маалалим – это те действия, которые зависят от духовных качеств человека. Как, например, действия, которые вырастают из качества гаевы или, наоборот, скромности. Гаева – это гордыня, а новая – это скромность. Или качество ахзариют, то есть жестокость, или, наоборот, милосердие и тому подобное. И здесь сказано, что если ты увидишь какое-то действие, которое делает молодой человек, и ты не знаешь, не можешь отличить, из каких качеств вытекает это действие, и ты хочешь также понять суть этого юноши и кем он станет в будущем, то ты можешь это постичь, понять посредством его изучения, его действия, его медоты, его качества. Например, вот этот пример, чтобы можно было увидеть. Маше Робейну, он убивает египтянина и говорит нечестивцу, зачем ты бьешь своего товарища. Ты смотришь на эти действия, и ты вначале не знаешь, сделан это из-за того, что он любит справедливость, праведность, или это желание отомстить, и гордыня, еврея побили вот тебе в глаз, и тому подобное. Поэтому пасук упреждает и заранее себя сообщает, как происходило эти действия, то есть качество Маше. Что вырос Маше и вышел к своим братьям и увидел, как они страдают. Что это действия, которые дальше происходят. Они происходят от духовных качеств Маше. Что Маше переживает за своих братьев, за Амисраэль. И он не одевается в гаеву, в гордыню. И он не остается во дворе, во дворце у параона, у царя. Но только он выходит к своим братьям, таким образом, сам пасук исключает уже гордыню Маше и говорит, что все, что произойдет дальше, это произойдет не из-за качества гордыни, а из-за качества скромности. И вот он становится как один из своих братьев из народа Израиля, несмотря на то, что он вырос у царя в доме. И дальше мы видим, что он хочет соединиться и объединиться с их страданиями, рабству народа Израиля. И это показывает его анаву, его скромность, и его рахманут, и его милосердие. Теперь ты знаешь, что то, что он делает с египтянином, тот суд, который он с ним сделал, он делает со стороны его любви к справедливости, а не со стороны, наоборот, гордыни, которая у него есть. И также он добавляет и продолжает. То есть, он изначально рассказывает качества Маше, которые были, он хотел быть, он был пастухом, а это продолжение, продолжение, что он становится пастухом и заботится о цон, о скоте, который он пасет. И тут сказано, что он был, это уже продолжение, например, то, что сказано про Есефа, что Есеф паст скот вместе с сыновьями Билги. То есть, что он находился вместе с детьми служанок, для того, чтобы объяснить, что у Есефа не было гавы, и он не относился к ним с ненавистью, для чего это рассказывается, потому что дальнейшие сны Есефа можно истолковать, что это происходит из его гордыни, а можно понять, что это происходит, несмотря на то, что это скромный человек, просто он хотел рассказать и рассказать, что происходит своему отцу, для того, чтобы своих братьев убрать от каких-то преступлений, которые они делают. И посредством вот подобных вещей, когда мы наблюдаем всю какую-то конструкцию целиком, то мы можем увидеть, каждое действие, оно происходит из каких тхунот и из каких качеств. Так Мальбем объясняет этот пасук, чему нас учит Шламу Амеллах, что просто посмотреть только на какие-то действия, оторванные от одного человека, ты никогда не можешь узнать, что собой представляет этот человек. Но если ты посмотришь некую динамику, немножечко историю, предысторию каких-то действий, то можно увидеть качество человека и понять, потому что одно и то же действие может происходить совершенно из разных качеств человека. Я думаю, что я сразу же прочитаю второй, еще один пасук, и только после этого мы прочитаем Гаона, поскольку Гаон объединяет 11-й и 12-й пасуки вместе. Шламу Амеллах говорит, ухо слышащее и глаз видящее, то и другое создал Всевышний. В общем, перевод почти дословный, но обе эти вещи сделаны Творцом. И говорит Мальвин, что ухо, которое слышит и глаз, который видит, Всевышний сделал их обоих. Два ощущения эти, которые ощущения видят и слышат, они больше всего помогают человеку в понятии, которое называется гасага, постижение. Ухо, оно предшествует глазу, что вначале человек начинает ликобель принимать информацию слухом, и только после этого он начинает видеть глазами, и он понимает, что то, что ему рассказали, это правда. Что это значит, сейчас мы немножко обсудим. Что если бы он не услышал вначале, то он не мог бы понять то, что он видит. Собственно, на самом деле, не обязательно обсуждать, Мальвин сам объяснил. Что если бы человеку не было дано раньше, какая-то информация не была дана, то он бы не мог постичь то, что он сейчас видит, дать правильную оценку этому. После того, как он научился видеть и слышать, он видит и слышать, он начинает понимать и познавать. Как написано, шамо, шама, валь, тавино. Это сказано, что вы будете слышать, но не будете понимать, видеть и не будете знать. И об этом сказано, что Всевышний делает два этих ощущения, и также он сделал то, что обе эти ощущения, они, не знаю, как это сказать, каждый из них отличается друг от друга, скажем так. И нужно человеку использовать оба ощущения, и слух, и зрение, для того, чтобы лихобет, почитать ими того, кто его создал. Что человек слышит слова Торы и слова мудрости от мудрецов, и видит и понимает действия Всевышнего. Другими словами, если я сейчас буду рассматривать мир без определенной подготовки, без того, чтобы мне кто-то объяснить, что я сейчас вижу, то я вижу совсем не то, что есть на самом деле. И я буду смотреть, в общем, примерно, смотришь книгу, и видишь не совсем то, что имел в виду автор. Также, когда человек смотрит на этот мир, а автором этого веры является Всевышний, как правило, он видит то же самое, как среднестатистический человек, который смотрит книгу. А в мире можно увидеть руку Всевышнего, его замысел. Но все это можно, только если мудрецы Торы объяснили тебе, что означает то, что ты сейчас увидишь. Поэтому слух должен немножко предшествовать зрению. Как написано в Эре Шмеха, я могу увидеть твое имя. До того, как мы начнем Гагро, я хочу немножко, как бы, коснуться того, о чем говорит Мальвил. Мы знаем, что существует два, две Торы, если можно так сказать. Тора Шибихтафи, Тора Шибаальпе. Тора письменная и Тора умственная. Письменная Тора, она дается нам через зрение, умственная Тора дается нам через слух. Когда давал имена своим сыновьям, первых двух сыновей он назвал Реовен от слова Лерот и Шимон от слова Лешмо. Реовен от слова Видеть и Шимон от слова Слышать. Два постижения Торы, они совершенно различны, и только объединив их, мы можем понять, что такое Тора, что такое Всевышний, что такое весь мир. Первое постижение это Шимон Лешмо. На самом деле оно идет вторым. Первое идет Руэн Лерот, Видеть. Но только когда мы... Короче говоря, учить Тору Шибихтаф, учить письменную Тору, можно только через Тору Шибаальпе, только через Устную Тору. Прочитав Тору Шибихтаф так, как она написана просто, мы, в общем, ничего не понимаем. Понимаем криво, косо, неправильно, и из прочтения Тора Шибихтаф без комментариев мудрецов, без Тора Шибаальпе, рождается такой классический апикарсуд, классическое непонимание того, что там написано. И это неоднократно мы видели, как происходит в Амисраэле, когда появляется какая-то группа людей, которые отказываются признавать Тору Шибаальпе, отказываются признавать Устную Тору. И этот с Дуким, которые были в самом начале, через примерно 2-3 поколения, после Аншей Кнеса до Гадала, в общем, третье поколение после Аншей Кнеса до Гадала, после Мужей Великого Собрания, появляются с Дуким. Это один из учеников Антигнуса Шсоха, Содек, который неправильно понял слова Антигнуса, и из этого происходит возникновение целой группы людей, целой школы, я не знаю, как правильно это назвать, которые приходят к тому, что нет понятия всхар-вионыш, нет понятия награды и наказания, и начинают выдумывать свои законы Торы, поскольку если считать письменную Тору, не основываясь на Торо Шибаальпе, то человек физически не может ее просчитать правильно. Потому что я возьму какие-нибудь один-два примера, просто самых простых, и сказал Всевышний Маше, «Вызовах така, шерцеве тихо, принеси жертву, как я тебе заповедовал». Законы Шхиты нигде в Торе Шубиктаф, нигде в Торе Письменной не указываются законы Шхиты. Они выводятся из намеков, поскольку мы знаем, что Торе есть четыре уровня, Пшат, Ремис, Драш, Сот. И только овладев этими четырьмя уровнями, мы можем понимать, как связано Тора Шибаальпе. Например, написано «Вышахатта Безе» и «Порежь этим». Чем этим в Торе не указано? Безе, гематрия слова Безе, это Зе, это 12, Безе, это 14. Есть 14 проверок ножа, которые необходимо, что их это сделать, перед или после Шхиты, и перед, и после Шхиты. И эти 14 проверок ножа, то, что их 14, есть намек в Торе, гематрия, слово Безе, это 14. Но какие проверки, и как ты их делаешь, ты можешь только получить от учителя, и это Тора Шибаальпе. Поэтому за вахта, ка-шерцеве тихо, ты будешь резать, как я тебе распорядился, само распоряжение, все законы Шхиты. Их всего 5 законов, но они переданы. Бе Тора Шебеальпе. Для этого нужно учить гемора Трактат Хулин, который рассказывает, как их резать. И после того, как мы выучили эту гемору, мы видим намеки на то, что это сказано в Торе Шибиктав. Но просто из Торы Шибиктав, из письменной Торы, если мы начнем их выводить, то мы придем к какой-нибудь, я не знаю, к чему точно, но к какой-нибудь абсолютной глупости. И Шхита будет Невейла Медаарайса, она будет из Торы запрещена в еду, и так далее. Другой момент. Написано в Торе. В... Сейчас. Вэлот отцу Исми, мошеватейхам, вайома шаббат. И не будете выходить, человек, из своего жилища в день шаббата. Отсюда учатся законы, которые называются Тхумин. Тхумин – это есть Тхум деарайса и Тхум деарабона, Тхуми – Стора и Тхум от Рабанан. Тхум от Рабанан, что нам запрещено, если мы не сделали Ирува, выйти 2000 амод за пределы города. Предел города – это 70 амод плюс 2000 амод. 70 – это относится еще к городу, и 2000 амод называется Тхум деарабона. Медарайса из понятия Тхум 12 миль. Ютбейт миль. То есть Стора запрещает человеку выйти за 12 миль от за пределы своего города. То есть 70 амод плюс 12 миль. Это является запретом из Стора. Но нигде этот запрет не написан, кроме пасука «Не выходите из своих жилищ». Дздуким, Кутим, это еще одна группа, не Дздуким, а Кутим, это еще одна группа, которая появилась, которые населяли гору Гризим, и сейчас есть небольшая община Кутим, которая находится на горе Гризим около города Шхема. Они не приняли Тора Шебальпе, они приняли только Тора Шебехтафа, это описано еще в книге Малахим, Мишнаес рассказывает о их поведении и так далее. И приняв только письменную Тору, они выучили пасук, что нельзя выходить за пределы своих жилищ, что нельзя выходить из дома, из своей квартиры, ее нельзя покидать в Шаббат, весь Шаббат человек должен находиться дома. Следующее, что они сделали, что написано, лота авира эш, бахольма шаватейхам, иома шаббат, не разводите огня во всех ваших жилищах в дом Шаббат. В день Шаббат, как вы знаете, что мы оставляем либо плату сегодня, электрические платы, либо гореть огонь до Шаббата, зажженные для того, чтобы еда грелась. И в Шаббат есть отдельная митсву, анекшаббас. Понятно, что это митсву дорабанан, не имеет своей стороны, но мы едим горячую еду, пьем горячий чай и так далее. У кутей, кутим это запрещено. Еда, которую они едят, должна быть абсолютно холодная, потому что в Шаббат в жилищах не должно быть ничего напоминающего огонь, ничего, что согревает еду и так далее. Наши законы о том, что можно, как можно согревать и так далее. У нас сейчас не голохот Шаббат, я давать не буду. Далеко не любой разогрев пищи разрешен в Шаббат, не всякой пищи, не по-всякому и так далее. Есть много голохических тонкостей на эту тему, но это не тема Мишлей. Но в любом случае мы едим теплую еду в Шаббат, не то, чтобы это был хиюв, закон Тора есть в Шаббат, потому что однажды я был на каком-то семинаре, в Шаббатоне, и там, я, честно говоря, не был организаторами, только лекции давал, но там не было чон-то, страшная трагедия просто, не было чон-то. И вдруг мне кто-то из тетенек, присутствующих на уроке, сидящих на первой парте, говорит, Раф Лезер, а как вот так нам не дали чон-то, ведь тот, кто не ест в Шаббат чон-то, он лишается удела в будущем мире. Это круто, это не просто так, нет, нет никакой, никакой битвы, истории даже, не только запрета не есть чон-то, или есть чон-то, и так далее, просто поскольку это такая удобная горячая еда, в Шаббат очень принято ее есть, но не надо лишать частям Исраэля удела в будущем мире за то, что они любят ни чем-то, что-то другое, это все вполне допустимо, но во всяком случае мы имеем право есть горячую еду, что да, Рамо приводит Баля Миор, который пишет о том, что Рамо это примечание ашкинастское к шульхоноруху, и он приводит, что человек, который не ест, не то, что в один Шаббат не ест, а вообще по Шаббатам не ест горячую пищу, то нужно проверить, не является он кутейцем, то есть не отрицает ли он Торо Шиба Альпе, потому что человек, который отказывается от таких вот принятых вещей Шаббата, и выглядит это как кути, и поэтому царих бдика, нужно его проверить, но это не означает, что сразу же мы должны лишать человека, который один Шаббат решил обойтись без чем-то, лишать Алла Маба не совсем правильно. Окей, во всяком случае, человек, который бросается на Торо Шибихтаф и оставляет Торо Шиба Альпе, я понимаю, что то, что я говорю, для многих очевидно, но поскольку это очень важная часть, а я не знаю точно, кто меня слушает, то поэтому я считаю, что на этом необходимо остановиться, поскольку об этом сейчас нам говорит Шлома Амеллах, он говорит о том, что есть ухо и есть глаз, обе эти вещи созданы Всевышним и обе эти вещи созданы для того, чтобы мы восприняли информацию извне, а главное, что нам надо воспринять информацию извне, это понятно, что Тора, это две части Торы, Тора Шибихтаф и Тора Шиба Альпе, это Ровен, Вашимон, и человек, который разрывает Шмию и Раю, у которого эти две вещи разорваны, то, что он видит и то, что слышит, становится разным, таким образом, этот человек, он не может воспринять Тора, его Тора никогда не будет цельной, даже человек, который учит только Тора Шиба Альпе, это лучше, чем человек, который учит только письменную Тора, если он занимается устной Торой, потому что он будет знать Галаху и так далее, но человек, который утрачивает связь между письменной и устной Торой, его Тора становится не шлима, не цельна, и у него есть некие проблемы у этого человека, и я читал комментарии раф Айзехидска Ковера, это ученик ученика Вильнюсского Гаона, ученик раф Минахи Менделя, старшего ученика Вильнюсского Гаона, он написал такую книгу Песхей Шаарим, это очень был такой крупный раф, Шудбиньян Алам, он написал книги Песхей Шаарим, он пишет, что есть известная Мишна в трактате Сота, последняя Мишна в трактате Сота, которая говорит о том, как можно отличить времена Икваса до Машиха, времена перед самым приходом Машиха от остальных времен, и он говорит, что во времена Икваса до Машиха будет то-то, 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 наглость будет большая в мире, еще что-то, и одна из вещей, которая будет лотие Мишна Брура, не будет ясного учения, говорит раф Айзехи Киска Ковер, Пшада Пашут обычный Пшад, это не так, как он говорит, это то, что мы не будем знать Галаху, мы не будем понимать, что происходит, и как нам жить, и что нам делать, он говорит, что это неверный Пшад, правильный Пшад, правильное объяснение, это Мишна другое, мы будем очень хорошо знать закон, будем знать, как делать, у нас будет раф, которого можно будет спросить, проблема будет в том, что у нас будет то, как делать, мы знаем, но где это, намек на это, как это следует, из Тора Шебек Тав, как это следует, из устной Торы, мы не будем видеть, мы не будем этого понимать, то есть нарушится связь между письменной и устной Торой, и несмотря на прекрасные знания Галахи, мы не будем в состоянии вывести это из Торы, и это, в общем, случилось уже довольно давно, потому что до расчета вывода из письменной Торы Галахи, все труднее и труднее освоить, но тем не менее, этим занимается Талмуд, и мы частично этим как-то владеем, на каком-то уровне. Окей, теперь, что еще я хотел от Шимона Рувена, от Лишмо, или Род, от Видеть и Слышать, есть разница между восприятием через зрение и восприятием через слух. Восприятие через зрение это всегда я вижу картину сразу целиком, целую картинку, дальше могу всматриваться в какие-то детали, но увидел я все одновременно. Слышать никогда нельзя одновременно, слышать всегда по одному звуку, и уже внутри головы человек должен обработать услышанную информацию, соединить ее в предложение, предложение виньоним и понять то, что ему было сказано и воспринять это. Поэтому слышать это меда качество, которое называется бина, разумение, а видеть это меда, которое называется качество, которое называется хохма. И вот об этих двух вещах говорит этот посылка согласно тому, как его объяснил Мальвим, и что стать хохамом, воспринять мы можем только, когда мы продумываем каждое действие, воспринимаем, и после этого, наблюдая за миром, мы можем видеть, где это в мире воздействие Всевышнего видно. Более или менее мы одолели эти два посылка. Теперь посмотрим, Гаон их объединяет вместе, вильнюсский Гаон, и дает очень коротких комментариев. И говорит, что эти два посука пришли нас предупредить человека о том, чтобы он не сказал, кто может знать, что я делаю, то есть по действиям узнается юноша, чистый он или не чистый, чистый его помысл или нет. Человек может сказать, кто знает мои помыслы, кто может знать, что у меня в сердце. Не надо так говорить, говорит Гаон Мивильно, потому что даже те действия, которые происходят из качеств человека, они тоже проявляют самого человека, насколько его помыслы сердца чисты, и насколько его действия прямые. И тем более, не только если люди это могут увидеть, то тем более это видит Дагакодыш Барагу Всевышний, который создал глаз, и человек, человек, и Всевышний, извините за оговорку, Всевышний, который создал глаз, ты можешь подумать, что он не увидит. Всевышний, который создал озан, ухо, разве можно себе представить, что это создавший ухо, сам не будет слышать? Поэтому Всевышний видит и слышит твои помыслы. Если даже люди могут по твоим действиям понять, какие были твои помыслы, то тем более Акодыш Барагу, который владеет всеми твоими мыслями, мыслями твоего сердца и так далее. ухо и глаз, которые видят, Гошем их создал обоих. Здесь сказано обоих, и ухо, и глаз, потому что оба, и ухо, и глаз, то есть зрение и слух, это обе вещи созданы творцом, как сказано в Масехте Нида. В Масехте Нида сказано на что есть три вещи ухо, которое слышит, глаз, который видит и анализ, который делает человек после того, как он увидел глазом и услышал ухом, он должен соединить это внутри своего разума, сделать анализ и продумать, что следует из увиденного и услышанного. Таким образом, есть три тхуны, есть три качества Махшава, Дибора, Масе, мысль, слово и действие. Понятно, что я слышу это слова, я не слышу мысли и не слышу то, что показывают, я слышу только то, что ко мне обращаются. Айн ра озен шамат веколь ма сейха ва сейфер нехтавим. И это то, о чем сказано, что Всевышний видит глазом, слышит ухом и все, что он видит и слышит, все, что ты делал, то есть, все, что ты думал, все, что ты видел и все, что ты слышал, все твои мысли, все твои действия, все твои слова, они записываются в книгу и это та книга, которая одна из тех книг, которая открыта перед Всевышним Рожжа Шона, три книги, которые открыты и он записывает все, что сделано человеком и нету ничего, что оставляется без внимания Творца. И, соответственно, Всевышний судит человека по поводу своих слов, мыслей, действий и весь этот суд, он остается на постоянно и в геморе Рожжа Шона на 16-17 Дафе написан махлокис, спор о том, когда Всевышний судит человека. Каждый Рожжа Шона, каждый день или постоянно, каждую минуту мы находимся в суде. Илымайса это не совсем махлокис, на самом деле это не совсем спор, потому что Всевышний нас судит постоянно, но есть разные элементы суда в разное время, каждое утро, каждую ночь или каждый час, каждое мгновение, но в любом случае любое действие, все, что мы делаем, все, что мы думаем и все, что мы говорим, все записывается в книгах Всевышнего и понятно, что судят Всевышний по-разному за слово, дело и мысли, но каждый из них появляется, проявляется в моменте суда Всевышнего. Таким образом, Гаон и Мальвим разделяют эти псуки, мучат их по-разному. Пшат Мальвима состоит в том, что человек Всевышний созданного все органы, которые мы говорим и все действия, которые есть и по действиям мы можем понять, что сделал человек, кто он такой, а глаз, ухо и разум человека созданы для того-то и того-то. Гаон объединяет эти два поступка и говорит, что это предостережение человека, который размышляет над своим будущим, предостережение, которое говорит о том, что все, что ты думаешь, все, что ты говоришь и все, что ты делаешь, все видит, слышит и знает Творец и в соответствии с этим он узнает себя, если даже человек может познать по действиям другого человека, то тем более Всевышний знает его полностью и поэтому у человека должен возникнуть некий страх и некий стыд в тот момент, когда он хочет сделать какую-нибудь авэйру. Зеу. Эти два посылка на этом кончаются. Думаю, что более или менее понятно их объясняют оба комментатора. Теперь, следующий посыл говорит вроде как на другую тему, но если мы будем помнить, о чем говорит предыдущий посыл, что Всевышний это глаз видящий и угослышащий, то можно немножко составить, соединить это с прошлым посылом. Не люби сна, дабы ты не обеднел, открой глаза свои, чтобы насытиться хлебом. Это, теперь прочитаем Альбима, но вначале меня просили, что я читал на иврите, поэтому не люби сон, потому что любовь ко сну, как он перевел по-русски, приводит к бедности, а открой глаза, и если ты откроешь глаза, то ты насыщишься хлебом. Окей, посмотрим, как Мальбим объясняет, о чем идет речь. Пшотое морбо мошаль, то есть пшат этого пасука, а, я забыл, еще один момент, Мальбим в переводе слов объясняет, что такое пеках эйнейха, открой твой глаз. Говорит Мальбим, что в другом месте объяснено, что открытие глаза не приходит, это не имеется в виду открой для того, чтобы наблюдать, видеть, но имеется в виду, что надо открыть свой глаз, имеется в виду свой разум. То есть открыть глаз, это не значит моргнуть и открыть глаз, это значит открыть свой разум. Или глаз, который видит то, что скрыто. То есть глазами можно видеть не только общую картинку, то есть, как я теперь понимаю, что на сегодняшний день обычно открывают глаза, чтобы посмотреть на экран компьютера. Но открыть глаза можно для того, чтобы увидеть, что происходит, увидеть понятие, подумать, открыть глаз для того, чтобы проанализировать информацию. Поэтому я сказал, что это является некоторым продолжением предыдущего пасука. И Мальбим объясняет уже не в переводе слов, а мусар-хохма объясняет Мальбим. Не люби сон для того, чтобы ты не обеднел и открой твой глаз, чтобы насытиться хлебом. Пшото йомор-вамашаль. Пшада-пашут простое объяснение. Это пример. Вся книга Мишли это книга примеров, из которых мы должны выучить немшаль. Из машали, из примера, чему нас хотят научить. Вначале пример, что когда человек собирает много, он должен постоянство и поспешность. Человек, который любит поспать таким образом, он закрывает глаза для сна и он не может успеть насытиться хлебом, потому что он проспит, грубо говоря, проспит обед. Теперь, из этой милиции, из этого примера мы видим, что этот человек не насыщается. Но продолжение посука, то есть, понятно, человек, который много времени тратит на сон, у него просто физически нет времени приготовить еду, поесть и так далее. Но из того, что написано «открой твой глаз», здесь сказано, что есть некий более глубокий смысл. То есть, действие открывания глаза, оно не сказано про техническое действие посмотреть, но про открывание глаза разума. И тогда получается, что щена, если, то есть, если конец посука говорит нам «открой глаз», то есть, начни разуметь, начни думать, что ты видишь, то значит, что начало посука про сон. Это говорит, что во время, когда человек бодрствует, и глаза его материальные открыты, но если его духовность, духовная часть его, она находится в состоянии дремоты и сна глубокого, то материя нападает, материальность нападает на человека, и глаза его, они, разума, глаза разума, они закрыты, и они не могут увидеть Творца, не могут познать Всевышнего. И продолжение этого приходит к тому, что ухо слышит, глаз видит, действие Всевышнего, и то, и другое, и то, что, немножко новый перевод того, что было сказано в прошлом посуке, то, что видит глаз, и то, что слышит ухо, и то, и другое действие Творца, не то, что Всевышний создал глаз, и тот, и другой перевод правильный, но глаз видит действие Всевышнего, ухо слышит, что делает Творец, и эти обе вещи должны намекнуть, и глаз, и ухо, на то, что человек должен понять действие Творца, которое происходит, и получается, что и ухо это духовная вещь, и глаз это духовная вещь, и они должны прийти к состоянию, то есть слово шмея относится к услышать, относится к, короче говоря, в геморе, я не знаю, очень трудный немножко язык у мальбима, но я приведу гемору, чтобы это было легче понять, в геморе, когда два аморы спорят, то периодически один из них говорит другому какую-то вещь, а другой ему отвечает, лошмели, я этого не слышал, и объясняет всегда Раша, лошмели, я не слышу, это значит, я так не считаю, слово лишму в геморе, это означает понимать, считать, поэтому слово шмея, это перевод этого слова, услышать, это понятие разума, и мы говорили о том, что лишму невозможно сразу услышать все, слышишь постепенно, и эта информация должна быть переварена в голове, поэтому шмея тколь элоким услышать голос Всевышнего, это понять замысел Творца, теперь, это мы объяснили слово лишмо, теперь слово лирот, слово раэ, слово увидеть, это рааят гасэхаль, раая происходит от слова доказательства и от слова видения, и то, и другое, видеть и доказывать это одно и то же, я доказываю то, что я вижу, разум доказывает увиденное, либира часто говорит, мое сердце видит, и я привожу пасук, либира гарбэ хахма вэда дга шэм асэ гам шны сердце мое видит много мудрости и и и и да всевышнего разум всевышнего делает обе вещи, что посредством раи и шмии, посредством видеть и слышать, то есть внешних атрибутов восприятия информации, человеку достаивается увидеть и услышать внутренний смысл этих вещей, и когда человек, что не так в тот момент, когда человек спит, сон имеется ввиду, отключает от себя духовные качества, разум духовный, и тогда его глаз и его ухо слышат только материальную информацию, которая находится снаружи, и тогда получается, что он не насыщается хлебом, этот человек, поскольку хлеб, в данном случае, хлеб законов, он не познает законов Всевышнего, хлеб это да, тойра, познание тойра, познание того, как правильно выполнять митцвод, поэтому человеку нужно раскрыть свои глаза, что раскрыть, имеется ввиду, раскрыть духовность свою, что если он будет любить спать, и его разум постоянно будет находиться в состоянии сна, то таким образом он полностью потеряет все духовное наследство души, которое есть Тора и мудрость, но человек, который открывает глаза, то тогда он насытит свою душу хлебом, законами Торы, что несмотря на то, что посредством этих законов, на основании этих законов, он проживет долгую, бесконечную духовную жизнь. Таким образом, Мальбим объясняет, что пасук, который говорит не люби сон, потому что иначе ты придешь к голоду, этот пасук говорит о том, что человек должен не закрывать свое духовное зрение, а открывать свое духовное зрение. Духовным зрением не называется пророчество, а мы лишены пророчества сегодня. Духовным зрением называется уметь проанализировать информацию, то, что я вижу, то, что я слышу, соединить ее и через нее познать Всевышнего. Я, здесь уже приводил этот анекдот, но тем не менее, был такой анекдот советских времен, когда человек приходит в регистратуру поликлиники и просит номерок кухоглазу. Ему говорят, что у нас есть глазной врач, есть ушной врач. Кому вам нужно? Мне говорит, кухоглазу. Так регистратор ему говорит, что давайте вы скажете, какая у вас проблема, а я вас отправлю к тому врачу, которому вам надо. Он соединить то, что он видит и то, что он слышит, соединить то, что Торуши Бехтав и Торуши Бальпе, то он и достаивается Мадреге уровня, которое в чем-то напоминает уровень Авраама Вину. Но для этого, как нам сказал Мальбин в прошлом посуке, даже позапрошлом, сказал, что нам нужно научиться видеть после того, как мы умеем слышать. Поэтому человек не может видеть до того, как он слышит, потому что иначе то, что он видит, у него никак не состыкуется с тем, что есть на самом деле. Поэтому нужно вначале услышать, что нам хотят показать, узнать от Толмидей Хохомим, что именно хотят нам показать и только после этого видеть. Человек, который вышел на уровень, когда он в состоянии это делать, он видит, как Тора она не знаю, как это сказать, проецируется в этот мир, и он видит, что этот мир, это проекция того, что написано в Торе. Таким образом, он наблюдает за миром и читает свиток Торы. Из Тора Шебехтав, из мира, он видит Тора Шебальпо, он видит устную Тору. Таким уровнем обладал Авраам Авину, и с тех пор нам запретили это делать. Но даже если бы нам не запретили, мы догадываемся, что мы не на уровне Авраама Авину. Авраам Авину смотрел на мир и видел Всевышнего. Поэтому Медраж рассказывает, что это было постепенно. Вначале он увидел воздействие огня, потом воздействие воды, потом воздействие ветра, солнца, луны, и так далее. И потом он пришел к выводу, что над всем этим должен стоять кто-то, кто управляет всеми силами. И тогда он из мира выучивал закона Тора. То есть он из того, как устроен мир, понял смысл, суть и детали заповеди Тфилин. Поэтому Абраам Авину соблюдал всю Тору целиком до того, как она была дана, поскольку он видел, как эта Тора отражена в мире. Если сегодня кто-то из нас будет пытаться смотреть в мир и учить из него Тору, то таки плохо. У нас ничего не получится, получатся какие-то ошибки, причем ошибки очень сильные. И чем более грамотный будет человек, тем больше ошибки он сделает. Потому что человек полный идиот и ничего не знает, ошибок не будет вообще. Но человек, который смотрит в Тору и видит, где Тора написано в мире, это совершенно другое действие. Это то, о чем сказал Мальвин, что мы вначале должны научиться услышать, потому что главная часть Тора это Тора Шаба-Альпе, и только после этого мы можем увидеть эту Тора в мире. Но если мы будем стараться из мира увидеть Тора, то мы переходим к абсолютному абсурду. И об этом сказано Мишина в трактате Перкиавод по одному из комментариев Руахаим, комментарий Хабхайм Воложенера говорит, что два человека, которые идут по дороге и занимаются словами Тора, потом отвлекаются от Тора, и один из них говорит другому, вот посмотри, какое красивое дерево, то этот человек Митхаев Бенавшо, его душа Хаевит Мита, он должен быть умертвлен Всевышним. И Руахаим Хаевит Митхаев Бенавшо, объясняет, что речь идет о двух людях, которые занимаются Торой, потом один из них останавливается и говорит, посмотри на это дерево, ты видишь, что все, что есть в этом мире, создано по замыслу Всевышнего и отражает замысел Гошема. Вот этот человек, его можно убивать, Всевышний должен, по идее, его убрать из мира. Почему? Потому что этот человек отрывается от Торы и вместо того, чтобы пытаться понять замысел Творца и его мудрости с Торой, он пытается его видеть в этом мире. То есть он пытается сделать так, что он видит, отдельно отслышит. А надо вначале услышать, что именно Тора говорит на эту тему, а потом увидеть это в мире. В отличие от Абрама Вину, мы не можем увидеть то, что нам не показали и не объяснили, и самостоятельная попытка увидеть приведет нас к очень серьезному фиаско. Поэтому это делать будет неправильно. И это то, о чем говорит Миша на перке. А вот, согласно Перуши Рафхайма Воложенера, автора Нефришха Хаэм Руаххаэм. Теперь, после того, как мы более или менее поняли, что говорит Мальбим, попытаемся понять и постараемся успеть, хотя я об этом не уверен, что говорит Гаон Мивильна на эту тему. Альтаховщина Пентивареш. Не надо любить сон, для того, чтобы ты не обеднел. Он приводит пасук, что сказано Кираем Тельбиш Талбиш Нома. Попробуй переведи этот пасук. Кираем – это обрывки одежды, одежда, которая порвана кусками, ее одевает сон. Дремота приводит к тому, что человек становится одетый в обрывки одежды, в порванной одежде. Что имеется в виду? Человек, который спит, он не делает работу в то время, когда надо работать, а он в это время спит. Соответственно, он не зашивает свою одежду. Одежду надо зашить, она порвалась. Надо поставить заплаты на брюки и на жилет. Он этого не делает. И, соответственно, он оказывается в ситуации, когда у него брюки без заплат и так далее. Говорят наши мудрецы, что это значит. Это понятно, что это машаль, это пример. А что является нимшалем? Что нас хотят научить? Что любой человек, который дремлет, спит в бет-мидрше. Во время учебы Тора он спит. Этот человек, его Тора превращается в куски обрывки. То есть, его Тора становится обрывочной. Она не становится цельной. Почему? Потому что есть пасук, говорит Гагро, кираем тилбаш нама, сон приводит к обрывкам. Что это значит? Что когда человек начинает дремать, засыпать, то понятно, что его товарищи не ждут его, они продолжают учиться. и таким образом он пропускает кусок Талмуд-Торы, просыпается, подключается к тому моменту, где они находятся, и после этого учится дальше. Соответственно, кусок Торы, у него дырка, разрыв, и этот кусок Торы уже не восполнен. Это первый комментарий, что человек, который спит, засыпает, дремлет, в Бейт-Мидрше во время изучения Торы, его Тора не будет цельной, его Тора превратится в обрывками. Поэтому не спи во время учебы, имеется, да не люби спать, потому что в этой ситуации Тора твоя обеднеет, то есть превратится в обрывки. Это первый пируш Гаона. Такой примитивный, простой пируш. Второй комментарий говорит, что когда человек спит, дремлет, и его не ждут, то он должен лидалек, он должен перепрыгнуть. И так несколько раз получается, что Тора это обрывки. Но человек, который спит все время, то этот человек уже не будет его Тора обрывками, а просто он вообще не будет учиться. И об этом сказано, что он обеднеет. Его Тора просто будет отсутствовать, он будет бедняк, у него не будет Торы. То есть, что пасук говорит не о том, кто дремлет в Бейт-Мидрше так периодически, а о человеке, который имеет свойство постоянства, и он спит в Бейт-Мидрше постоянно, от начала до конца, то его Тора будет отсутствовать, он будет бедняком. Человек, который иногда засыпает на какое-то время, его Тора будет обрывочно, но это будет Тора. Человек, который спит все время, он бедняк. Открой свои глаза и насыться хлебом. Продолжение пасука. Об этом сказано. Это пасук. Пасук, который написан у пророка Ишаяху. И сейчас Гаон дает пшат этого пасука. На самом деле, есть комментарии Гаона на Ишаяху, но там он очень обрывочный, кусочками. Гаон очень многие места Танаха, в отличие от Мишли, которые он считал чуть не основной своим трудом, пирож Гаона на Мишли. Остальные, большую часть кусочков Танаха, он объясняет вот обрывочно. Примерно так кираем. Он рассчитывает, что этот комментарий написан людям, которые могут ухватить Икар, главное и понять дальше. Например, книгу Могилата Стер, есть комментарий Гаона на Могилата Стер Альдерих Ремис, где он объясняет, что Мелаха, Хашвирош, Церехашвирош это Ецер Гора, Царица Истер это Нефиш, это душа человека, Мордыха и так далее. И он объяснил только первую главу Могилата Стер и написал, что все остальное человек, который понял, уже может прочитать сам и дальше все понять. Вот, Вишаяху он даже не объяснял, что остальные могут понять все сами, но он объяснил только некоторой Псуким Иишаяху. Но вот здесь выпадает, вырастает вдруг перушина Пасук Иишаяху, который связан с нашим кусочком. И он говорит, что в Иишаяхе написано, зачем вы будете брать деньги без хлеба и будете трудиться без того, чтобы насытиться. послушайте меня и кушайте хорошо и получайте удовольствие, чтобы насытилась духовно ваша душа. Это Пасук Иишаяху. Теперь он говорит, что люди, которые учат Тору, есть два вида людей. Ну, есть больше, но то, что нас интересует. Есть, которые учатся за деньги, что это значит. Человек оплачивает свои занятия с Равом, для того, чтобы Рав ему объяснял. Есть свои плюсы в этом, поскольку он получит готовое объяснение. Есть люди, которые учатся самостоятельно и очень много трудятся самостоятельно, чтобы понять, что написано. И в Торе это называются две вещи. Тевин в Эдаган. Эдаган это урожай, Тевин это солома, не знаю, как перевести. Об этом сказано Тевин Багалиль в Эдаган Баиуда. В Галиле учатся способом Тевин, а в Ягуде учатся способом Даган. То есть к этим двум людям обращается Шаяу и говорит, зачем вы будете брать деньги, то есть платить деньги за занятие Торой и при этом не насыщаться хлебом. Что вы не кушаете, а только вместо того, что вы кушаете то, что является настоящей Торой, вы кушаете солому, а не хлеб. И никого насыщения у вас от этого не будет. И другим людям он говорит, вы занимаетесь ИГИО, вы занимаетесь с трудом, сами познаете, работаете, вкалываете, но не насыщаетесь. Об этом сказано в ИГАТИ, ВЛАМАСАТИ, АЛЬТААМИН. Если тебе кто-то скажет, что я работал, но не достиг, то не вери ему. И не сказано это, а только Брахидудой про ЛИХАДЭТ. как перевести слово ЛИХАДЭТ, от слова ХАТ ОСТРИ, заострить знания Торы. Заострить знания Торы. Но ЛИУКМИ ГИРСА, чтобы знать Тору, то есть, чтобы была ГИРСА, чтобы помнить ее, это только СИЮТА ДЭШМАЯ. Это не зависит ни от способа обучения, ни от того, насколько ты много вкалываешь, это помощь Всевышнего. И об этом сказано, что вы работаете, вкалываете и не насыщаетесь. Вы платите деньги, а не познаете Тора, а вместо этого кушаете соломы. Что имеется в виду? Что без СИЮТА ДЭШМАЯ ничего у вас не получится, без помощи с неба ничего не получится. А вы занимаетесь Торой, вкалываете, стараетесь, а в результате в руках у вас не остается ничего. Но вы должны услышать меня и научиться правильно кушать, говорит Ишаяху. То есть ТОВШЕЛЬ ТОРА ГУГА ЛЭХМ. Главное в Торе это ЛЭХМ, это хлеб Торы. И он приводит к тому, что человек получает ТААНУК удовольствие от этой Торы, как сказано КИНАИМ КИТИШЕМРЕМБЕБЕТНЕХМАЯ. ТА ТОРА, КОТОРА, 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 КОТОРА ОСТАЁТСЯ У ТЕБЯ в животе. И КОГДА словО Торы будут приятны, КОГДА ОСТАЮТСЯ У ТЕБЯ. И ТОРА ты будешь получать удовольствие от Торы, и это будет хлеб, КОТОРА естся благодаря сиута дешмая, благодаря помощи Всевышнего. И это то, что сказано. Открой свои глаза, обратись ко Всевышнему, и он даст тебе сиута дешмая, и ты будешь насыщен, когда будешь есть хлеб Тора. То есть, человек должен учить Торы, обращаясь к Творцу, чтобы получить от него сиута дешмая. Но если человек учит Тору не во имя Всевышнего, не ради митсу изучения Торы, то он может платить деньги, может вкалывать, может делать разные вещи. Но изучение Торы без сиута дешмая это ноль. Поэтому одна из основных вещей это Тора плюс Иратша Майя. Для того, чтобы это как-то прокомментировать, я не знаю, как это сказать, давайте обратимся к Мишне в Перкеавод. Я уже несколько раз говорил, что Мишли это источник всего мусара, который есть в Торе Шабиктав, в письменной Торе. Понятно, что учить его без Тора Шабальпы бесполезно, но об этом мы говорили в прошлых сухих. Но Маккор, источник Мишны, Бе Тора Шабиктав, источник мусара, это книга Мишли. Есть какие-то кусочки, которые выскакивают там и сям в Танахе, понятно. Но главное, книга, посвященная Мусару, это именно книга Мишли. Поэтому Мальбим так его и называет Хахмат Мусар, свой комментарий на Мишли. Тот Маккор, тот источник мусара, который есть в Торе Шабальпе, это Перкеавод. Перкеавод это вся, весь Масехид, который посвящен мусару. Перкеавод говорит, «Эйн хохма, эйн ира, эйн ира, эйн хохма». Нету мудрости, нету страха, нету страха, нету мудрости. Невозможно приобрести мудрость Торы без боязни Всевышнего, и невозможно бояться Всевышнего без мудрости Торы. Поэтому эти вещи, которые идут одновременно, связанные друг с другом, и существует какой-то магаллах, какой-то путь, по которому нужно идти для того, чтобы одно дополняло другого. Поскольку, если оторвать изучение Торы от изучения мусара, а икор мусара, это и есть и рад Гошем, это и есть страх перед Всевышним. Если оторвать страх Всевышнего от Торы, то я встречал людей, я боюсь, что не только я встречал людей, но про остальных я сказать не могу, а я встречал людей, которые говорили, что изучать Торы совершенно бесполезно, главное заниматься мусаром, тем, что приведет Керат-Шамай, а Тора, это все не так важно. Думаю, что вы тоже таких людей видели. И есть люди, которые говорят обратное, что главное, это изучать Торы, а Ира, боязнь Всевышнего, это дело такое, оно придет само. Ни то, ни другое, само не приходит. И об этом говорит Мишна в трактате перкиавот, эн тора, эн хохма, эн ира, эн ира, эн ира, эн хохма. Эти вещи, которые должны быть соединены. Человек, который говорит нам сейчас Гаон в этом пасуке, что человек, который учит Тора, не занимаясь Рад-Шамаем, он не получает Сиоте-Дешмая, и Тора в нем не остается. Поэтому нет никакого смысла заниматься Торой без того, чтобы получить Сиоте-Дешмая. С другой стороны, понятно, что если человек будет заниматься только поиском Сиоте-Дешмая, и так и не начнет заниматься Торой в свои 120 лет своей жизни, то все понятно. Существует некий пример, которым объясняет перкиавот, о чем идет речь, комментаторы перкиавот объясняют, что есть пшеница, это Тора, это знание, это хлеб. Он должен находиться, как эта штука называется, амбар, кладовка, по-русски, амбар, наверное. Он должен храниться в амбаре. Но если в него не добавить каких-то веществ, которые предохраняют его от гниения, я не знаю, как они называются, и оставить его там храниться, то все забудется, все исчезнет, все сгниет, мыши съедят и так далее. Поэтому нужно добавлять какое-то количество, я забыл, как называется этот ингредиент, который там имеется в виду, но нужно добавить что-то для хранения пшеницы. Эта добавка, это ира. Должно быть определенное количество иры, страха перед небом, без которого Тора не может сохраниться. Но это количество должно быть соответствовать какой-то пропорции. Существуют пропорции иры, мусара и того, что, и самого хлеба. Поэтому, если ров изучения Торы будет по поводу иры, и человек так и не начнет учить, то это бесполезно, говорит Руахаим. И Нефишахаим приводит этого, я не взял с собой Нефишахаим, не думал, что понадобится. Нефишахаим приводит и делает расчет, сколько времени человек должен уделять на Ират Шамаем и сколько времени он должен уделять на Тору. И говорит, что человек, я сейчас обращаюсь к ешеботникам фактически, или колонникам, человек, который учит Тору 10 часов в день, у него должно уходить в среднем 15 минут на изучение Мусара, на то, чтобы заниматься добавкой иры. Понятно, что это может меняться в зависимости от уровня человека, от его знаний Торы, от одного и того же человека, от ситуации, в которой он сейчас находится. Вот про Брискирова рассказывали, я не знаю, я все эти истории очень мало верю, но я расскажу, потому что мне понравилось, не факт, что это было на самом деле. Но вроде как очевидцы рассказывали, что когда он учил геморрой где-нибудь в Тосфос, в Кцоте, где-то в каком-то комментарии, ему было что-то тяжело и не давалось, он откладывал Тору на несколько минут, на 2-3 минуты, читал псалом, два псалма, закрывал псалмы, открывал снова и начинал учить дальше. Потому что он понимал, что икор, изучение Торы, Сиюта Дешмая, но не должно быть только Сиюта Дешмая, не должно быть только Хохма, без иры, не должно быть только иры без Хохма. Поэтому здесь нам говорит Гаон, что этот пасук Шлома Амеллах адресует человеку, который целый день или какое-то время занимается Торой. И этот человек должен знать, что даже если он платит деньги за занятия Торой, или если он вкалывает, это еще лучше, когда он вкалывает сам и пытается все достичь сам. Но если при этом у него нету Сиюта Дешмая, если он не уделил внимания тому, чтобы соединиться с Творцом, для того, чтобы Акодыш Бруху помог в изучении Торы, то это вещь, которая очень-очень мало может помочь. Вот. Это пшат, пасука, который здесь сказан. Поскольку я так понимаю, что достаточно высокий процент тех, кто меня слушает, может оказаться женского пола, к которому процесс изучения Торы, как митцва Талмуд Тора, относится очень мало, то поэтому я хочу сказать, что когда-то давно, я не помню, в какой русскоязычной книге, это было очень давно, поэтому я название даже не буду пытаться вспомнить. Я прочитал, что если муж учит Тору, а у жены есть потертый томик Дьелим, Псалмов, то это достаточно хорошо помогает вот тому, о чем мы сейчас говорим, а именно Сюта Дешмая, помощи Всевышнего в изучении Торы. Вот. Следующий пасук, я не думаю, что имеет смысл начинать, поскольку он очень большой, и несмотря на то, что у меня секунд 40 осталось, я думаю, что мы попрощаемся на этом. И до следующего Ямрешона. Всего доброго. Мы закончили пасук номер Юдгимл 13. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok